народ всем доброго дня если мне нормально слышно черкните пожалуйста плюсик либо там смайлик общий чат рот привет привет так ну один услышал а остальные есть кто-нибудь еще интересно вебинар проводить будем или просто посмотрим красивые картинки и все так но слышу но не вижу но по меня до меня не видно я сегодня не модельной внешности не стриженный весь как и большинство из нас поэтому когда большинство из нас поэтому не будем пугаться поэтому просто послушаем голос посмотрим картинки как работать в 3d макси в короне рендерить окно если слышно то хорошо давайте сейчас сделаю демонстрацию экрана у вас там должна появиться зелененькая кнопочка play есть всем видно все хорошо а теперь у меня здесь презентация куча мелких слайдиков так далее да все слышат все видят экран все здорово супер но давайте тогда начнем я постараюсь сильно много не затягивать тоже в 45 минут вложиться как и в прошлый раз сегодня хотел бы рассказать вообще как я рендерю в короне рендер но немножечко непривычный для себя формат этот экстерьер и решил попробовать себя немножко в другом ключе в экстерьерной визуализации я занимаюсь преимущественно интерьерной визуализацией сейчас я вообще перешел на новый так скажем уровень а своего внутреннего развития это перешел студию архитект дизайн на полную основу уже прям основательно занялся архитектурой и визуализацией и хотел бы показать как можно по-быстрому от рендерить проекты сделаны архитектором в revit порендрить все это в 3d max и плюс короне ну во первых нужно какую-то модельку взять я взял стандартную вот эту модельку ревитовская она довольно таки простая но интересная первым делом что нужно сделать и сохранить естественно и затащить ее в 3d max в 3d max я может заточить двумя способами либо сохранить в ревит собственный формат либо экспортировать в fbx но так как макс очень хорошо поддерживает формат ревита то лучше всего соединять эту модельку с ревитом и 3d максом через вот этот инструмент линка вот я выбираю сохраненную модельку и импортируем от меня лично рекомендация импортировать все с библиотеками выбранными по материалам но во первых он говорит какой вид выбрать так далее говорим 3d шку эту и пресеты их здесь несколько я рекомендую ревитовского материала импортировать и говорим о touch файл дальше происходит некая магия конвертируется вся геометрия из ревита в 3d max но время будет зависеть от сложности самой модели немножко можно подождать и можно будет начинать раскрашивать еще чуть-чуть ну да сегодня такой живой показ макса будет поэтому могут быть иногда возникнуть какие-нибудь там казусы и интересности и так далее но для вас на всякий случай предупредил так ну окей что мы видим мы видим модельку 3d max и все это ревитовской со всеми и дополнительными всякими объектами и прочим но первым делом чтобы я рекомендовал так это конвертировать стандартным конвертером в корона рендер материалы здесь куча всяких опций и настроек но я их вообще не используют практически я просто нажимаю конвертер тоже чуть подождать он переконвертирует все материалы в формат формата ревитов формата короны так ну вот он показывает что пара тройка материалов там не поддержатся но это не страшно следующий этап я рекомендую все таки использовать источники света от корона рендер они стандартные максовский или ревитовский для этого я просто удаляю все источники света кстати сегодня буду рассказывать не только по которому и какие-то мелкие максовские такие штучки хитрости вот например можно сделать фильтр выбора объектов например по типу источника из света по типу источника света выделить всю сцену control a нажать главное посмотреть что у вас именно тип источников света выбрана ничего-то другое и нажима на нажать дэвид все источники света сцены удаляться возвращаемся на все типы объектов и создаем новый источник корона сам а звучит как японское имя корона сам ну хорошо кстати да слова корона сейчас в период пандемии как-то очень круто звучит так что мы понимаем что мы про рендер говорим они про то что у всех на слухом так вот после этого можно по-быстрому посмотреть что у нас получается для этого на панели инструментов можно нажать интерактивный рендер либо нажать просто рендеринг я чаще всего пользую его интерактивный рендеринг в короне он очень стабильный качественный сразу все видно что происходит в сцене все изменения но крайне редко может такое бы что вылетела так но здесь у меня сейчас все так пересвечено все непонятно все руки и закрываем во первых нужно добавить окружающий света skylight его можно выбрать несколькими способами но я обычно это делаю через источник света просто говорю добавить окружающий свет и окей теперь давайте еще раз посмотрим что получается вот теперь все красиво получается только пересвечено как я в прошлый раз рассказывал на вебинаре в корона имеет массу параметров связанных с реальными камерами но здесь можно еще проще через один на параметр экспозиции поменять его общее освещение ну допустим давайте минус 4 поставим принципе свет есть сейчас проверим тени тени есть окружающий свет у нас заполняющий есть все хорошо теперь нужно настроить материалы для настройки материалов можно использовать либо свою библиотеку и самому делать какие-то материалы а можно использовать библиотеку материалов короны кстати она с каждым релизом пополняется все новыми и новыми типами и разновидностями материалов и здесь очень много на самом деле он давайте сейчас я это окно проекции переключу вообще в интерактивный вид а вот здесь я буду раскрашивать во первых давайте что сделаем допустим крышу покрасим ну допустим вот в такой цвет давайте вот это вот сделаем деревянным причем деревяшку сделаем еще и с рейкой теперь нужно нам добавить стекла тоже у ревита здесь маленький косячок есть такое одно стекло почему-то не добавилось в общую группу стекол но это маленький косяк от самой модели был когда архитектор делал но теперь добавим материал стекла эти объекты говорим на отдельный объект либо на выбранную группу но у нас два объекта выбрана поэтому на группу из двух объектов следующем давайте допустим сделаем наш домик бетонным допустим бетон возьмем вот такой а вот эту штуку сделаем камнем давай сначала допустим такой попробуем так допустим если не видно можно опять перейти в окно перспективы изменить приблизить размерчик экрана либо камеру приблизить все что угодно можно в принципе делать но здесь можно уже как говорится поиграться с материалами что вы хотите сделать допустим это вам ничего не нравится можете посмотреть еще какие есть но признаюсь библиотека большая и в принципе 50 процентов материалов можно использовать именно из этой библиотеки ну допустим вот такой нюанс если допустим вам не нравится цвет крыши вот он здесь у нас красный да а я допустим хочу его сделать синий можно уже перейти в стандартный редактор материалов взять либо через инструмент пипетки какой материал либо через материал get from select если я буду предварительно так вот у вас возьмется материал уже не из самой библиотеки самого объекта и этому материалу можно изменить цвет например вот этой вот текстурной карте я сейчас поменяю цвет на синий через такой шейдер как color correction просто его добавляю и меняем здесь цвет сделать смещение по цвету допустим вот так и чуть-чуть не туда убежал куда-то какое-то молчание там было так надо вернуть не помню какое там допустим чуть-чуть потемнеем сделать в общем можно делать все что угодно ну и например если у вас есть какая-то своя библиотека либо новые материалы добавляете то можете дальше продолжать работать либо с библиотекой короны либо уже со своими если каких-то материалов не хватает например я хочу сделать что у меня здесь не трава была а пустынный пейзаж какой у меня есть своя уже библиотека материалов и его допустим ой не туда убивился в окно рендера не перетаскивать материала она не работает нужно в окно проекции перетаскивать ну и вот таким вот образом можно понастраивать все материалы вашему объекту и вообще проекту дальше другой момент давайте вот переключу из этого вида есть честно не привык к такому я просто хотел показать возможность обычно я использую вот это окошко плавающие потому что иногда бывает открываешь новые окошки и результат рендеринга он не виден и постоянно нужно переключаться между окнами а так я могу просто окошко переключиться дальше же все что угодно делать так я допустим хочу теперь поменять небо вот она здесь просто голубенькая я хочу сделать облака для этого просто в настройках рендера в вкладке сцена я использую вот эти параметры повороте почему во первых смотрите у меня идет освещение от солнца для того чтобы строить прямые тени жесткие и прямое освещение а также использую skylight environment окружающие с небом свет так вот чтобы окружающим небом свет у меня сейчас не переписался какой-то другой картинкой я оставлю для самого освещения вот эту же карту корона sky а для визуального отображения облаков текстуры я использую оверрайды например вот этот оверрайт и говорю что здесь я буду использовать другую картинку ну вот например у меня библиотека хдр карт их полно есть превьюшка джпшка есть сама карта превьюшка она маленьком разрешении сама карта она в большом разрешении как бы рекомендую вам точно также поступить для того чтобы быстро находить какую-то хдр карту ну допустим я ее сейчас добавляю на слот direct visible вот она у меня появилась как бы все хорошо но сейчас в отражениях у меня просто белый и голубенький свет от окружающего неба поэтому я добавляю на слоты reflection свой райд и на рефракшен свой райд тоже это преломление и отражение света и получается у нас вот такая картинка опять же можно настроить свет так далее первые шаги мы в принципе сделали нам более-менее уже нравится теперь нам нужно как-то окружение все это рассадить потому что но дом просто в пустыне сахаре не очень интересно даже если какой-то план у не сделать именно пустынный пейзаж что мы делаем дальше давайте опять переключусь презентация после всех этих шагов нужно понять что вы хотите какая у вас идея нужно взять какое-то вдохновение мне нравятся такие почему-то пейзажи там есть кактус и песок скалы вот мы не знаем не нравится пустынная тематика я решил повторить ну отдаленно но я что в этом роде и прежде чем рассаживать как если раскидывать камни и прочее вам нужно понять какие именно объекты будут и собрать их все в кучу для того чтобы проще было начать этим самым заниматься так вот я скачала с мегаскана несколько объектов кстати он сейчас стал бесплатно если у вас есть аккаунт на анриал энджин один анриал энджин сейчас он бесплатный для всех если вы не делаете коммерческие проекты так что в принципе официально легально можно качать бесплатно модель и я все эти модели собрал в одну группу но вернее как в одну сцену по нескольким группам так называемые осеты сделал несколько видов катусов камней и травы и давайте я сейчас открою заранее подготовленная сцена там дети уже все объекты есть просто чтобы сейчас время не терять принципе та же самая сцена также раскрашена единственное что этому в пустыне еще добавил несколько стал таких крупных камней сейчас он загрузит вот эти единственно что вот этих вот камушек больше добавил не все давайте посмотрим как выглядит сцена и и дальше начнем заниматься садом и огородом озеленение на кактусами в принципе вот пока она выглядит вот так значит для озеленения больших площадей объектов не только озеленение но и раскидывание камней нам поможет такой инструмент как корона скатер есть несколько различных плагинов для этих целей для того чтобы размещать какие-то мелкие объекты по какой-то площади по какому-то одному объекту но преимущество короны в том что помимо собственной библиотеки материалов она имеет и собственный инструмент скатеринга он находится у нас в группе короны и вот здесь несколько разных этих объектов нам нужен сейчас корона скатер вот этот сделал уже несколько этих ассетов давайте отсюда добавлю еще один скатер лучше всего именовать объекты сразу когда вы их создаете не забывайте что потом было проще вам работать и выбирать что тут например видите здесь уже создал заранее например скатер сухой травы там группа кактусов 1 2 и так далее сейчас это назовем скатер что мы делаем в первую очередь мы говорим на каком объекте у нас будет распространяться все остальные другие объекты другие для этого в эту группу добавляем нашу поверхность все добавили следующий шаг добавить те объекты которые будут распространяться на этой самой поверхности этот список вот здесь у нас содержится нажимаем плюсик и добавляем объекты сейчас они появляются в списке все вот они добавились и если вы видите в окне проекции видны такие как бы маленькие обозначителя так скажем где у вас эти объекты распространились они сейчас распространились абсолютно по всей этой поверхности вот для того чтобы нам указать где эти камни будут а где нет потому что смотрите вот здесь нам камни не нужны допустим вот здесь или а заднем фоне где-нибудь здесь камни у нас камера не смотрит мы не забываем что ресурсы компьютера они у нас хоть и мощные сейчас стали но они не безграничны например у здесь нам эти камни нужны мы сейчас будем указывать где будут камни а где их не будет для этого можно использовать несколько вариантов можно нарисовать фотошопе отдельно текстуру например взять сделать скриншот отсюда и дальше сделать такую маску например черным закрасить там где не будет камней полностью заливку сделать допустим а потом беленьким нарисовать там где камни будут но такую текстуру будет не очень удобно править в максе потом допустим откуда-то убирать камни где-то добавлять я применил немножечко иную технологию я использовал инструмент vertex paint я раскрашивал вершины там где будут камни непосредственно в самом 3d max для этого первым делом что нам нужно нам нужно задать модификаторы vertex paint но прежде чем его задавать давайте посмотрим сколько вершины сколько полигонов у нас на этом объекте сейчас их толком и не видно потому что это объект импортированный из ревита и он такой очень своеобразным видите вроде где-то был наш но он такой супер волшебный который если я конвертирую в стандарт макс потеряется связь с ревитом а этого ну нежелательно для этого я сначала использовал модификатор с обвижен отобивать вот видите у нас появилась сетка и там где у нас все эти грани пересекаться то есть самые те точки но сетка очень крупная надо и он поменьше сделать давайте сделаем шаг 150 тоже 100 сантиметров примерно вот так такой шаг все супер это мы сделали теперь нам что нужно сделать нам нужно начать раскрашивать эту самую текстуру но не текстуру а сетку но так как у нас есть уже какая-то текстуру в ней мы же не будем менять камни на непонятно что для этого я применяю модификатора vertex paint далее в свойствах объекта я указываю чтобы отображался у нас vertex paint и канал текстуры вот сейчас у меня картинка она имеет первый канал это обычный диффузный канал с такой-то разверткой и так далее но я хочу назначить несколько vertex paint на несколько вот и наших вот этих объектов скатера и они должны как-то по-разному идентифицироваться где именно камни будут где именно трава и так далее вот нам сейчас нужно будет камни раскрашивать поэтому я задаю сам себе что камни это у меня второй идентификатор поэтому я ставлю здесь двоечку сейчас дальше vertex paint и модификатор я ставлю здесь тоже двоечку и начинаю раскрашивать но в первом дело мне нужно закрасить все это в черный цвет помните я вам говорил что нужно сначала чтобы все было черным давайте сейчас каркас отключу чтобы не так сильно страшно было и можно начинать рисовать но если я прямо сейчас начну рисовать белая кисточка естественно потому что это же маска я ничего не увижу потому что я еще не задал в короне скатере чтобы я использовал текстуру ну давайте я вам сейчас покажу сначала как просто допустим рисуем кисточка 150 эти уже появляются допустим камни будут вот здесь у меня и вот здесь но пока их нигде здесь нет потому что еще не указал что текстура используется именно в vertex paint а не общее распространение поэтому для того чтобы указать где и как оно будет все применяться я должен в корона скатере указать где и как будет распространяться вот тут у нас вкладка есть surface catering поверхность распределения указано что рандомно то есть по всей поверхности а можно указать по текстурной карте так вот я использую текстурную карту тоже vertex paint в редакторе материалов я создаю новую карту выбираю vertex color и помните для камней я использую второй канал что камень это у меня везде двоечка и вот этот самый vertex paint я назначаю на эту текстуру таким образом я указываю что все камни будут распределяться тут и вот вы теперь можете увидеть что абсолютно все камни распределились именно там где я рисовал но давайте посмотрим одну такую интересную штуку я сейчас уменьшу количество камней с 1000 до соточки для того чтобы посмотреть вообще как себя ведут камни и как расстраивается вообще этот растательник и все это посмотрим естественно в интерактивном таком тоже виде рендеринге вот они камушки и ведь они все смотрят в одну сторону и причем так у нас здесь поверхность абсолютно плоская они все лежат на ней хорошо но здесь ведь у нас небольшой уклон и они стали тоже под уклоном таким параллельно самой поверхности они параллельно высоте обычно стандартные наши привычные но в примере с камнями это все окей хорошо а вот когда будут кактусы будет гораздо хуже ну давайте для примера сейчас добавим еще и кактусы для того чтобы было более наглядно здесь у меня уже есть заготовка под эти кактусы я уже все настроил в принципе давайте сейчас уберу один параметр чтобы его вам обязательно показать это редактор материалов говорим дополнительный канал допустим пускай будет третий артусы эти у нас вот они давайте не третий сделаем а не знаю там 8 чтобы не запутаться потому что там же я до этого назначал там 8 здесь я говорю свойствах объекта что мы сейчас будем показывать восьмой канал добавляем новый вартикс пэнт и указываю тоже восьмой канал вот кстати чтобы не пони не запутаться где какой вот здесь из этих пэнтов и так далее просто переименовывайте какой будет переключение у вас будет активируется на тот который вам нужен окей давайте вот это тоже сейчас быстренько закрасим весь в черный цвет сейчас автосохранение отменю и начну раскрашивать немножечко кактусяками там где они у нас будут расти давайте сделаю есть побольше скажу что часть кактусов у нас будет вот здесь и парочка вот здесь все супер теперь нужно лишь их назначить поэтому опять же добавляю в этот скатер ведь я уже добавил все эти объекты сюда я уже добавил наш вертикс пэнт а теперь нужно саму поверхность добавить опс не то нажал вот помните о чем я говорил что объекты будут распределяться у вас именно параллельно самой грани они там где у нас логический верх для того чтобы это подправить у вас в параметрах так скажем рандомизации есть такая опция в группе rotation как выровнять по нормале это значит убрать вообще сделаем по высоте по глобальной системе координат оси за ведь теперь у нас все эти кактусы растут строго вверх так вот давайте посмотрим какие параметры есть у нас среди рандомизации ну во первых у нас есть трансформация это перемещение нам это не нужно мы перемещаем по текстурной карте следующее вращение но допустим нам сколько нужно скольки до скольки ну от 0 до 360 по всем осям для того чтобы у нас был абсолютный хаос по вращению этих камней следующий момент это масштаб хоть камушки они уже здесь разномасштабные я еще добавлю здесь дополнительные организации например 10 процентов до не знаю 150 и следующий важный момент это количество объектов и их отображение ну во первых можно отображать видео таких вот коробочек либо вот таких коробочек либо полностью всю геометрию но естественно без текстуры потому что это прокси объект иначе он просто смазали показывает все с текстурами но я рекомендую в первую очередь когда у вас все готово посмотреть как именно геометрия выглядит если вас это все устраивает то переключаться опять же на боксики либо на аэрбокс на вот такие штуки то же самое касается наших кактусей давайте не 200 допустим соточку и просто посмотри как они в целом выглядят ну вот они наши карту сам нажмем рендеринг посмотрим ну в принципе прикольненько вот они у нас все есть но теперь дальше что дальше все зависит от вашего творчества вот сейчас допустим я хочу порисовать там где будут распространяться эти карты для того чтобы это все быстрее происходило опять я переключу на отображение вместо всей геометрии на ларбокс опять же и начну рисовать там где эти кактусы будут и там где их не будет допустим посадим как-то вот здесь немножко вот здесь кстати такой нюанс вы указываете общее количество кактусов допустим 200 штук это не значит что в одном месте двое 200 штук это будет именно во всей сцене 200 штук и чем больше я задаю областей тема реже они там будут появляться вот например все 200 штук они распределяются по вот этим вот пяти группам допустим вот шестая группа опять же все 200 они вот здесь а дальше сколько вам кактусов нужно и где вы хотите видеть вы уже можете воспользоваться общим расчетчиком и указать сколько же есть всего будет в сцене но допустим вот сейчас здесь лес корпуса делаем а прям всего вовсе все это будет в курсу у нас а вот здесь будет парочка у нас но здесь парочка и вот здесь парочка давайте еще ко мне тоже немножечко раскидаем опять же сделаю отображение а все автоматически переключаться уже запамятовал обычно раньше нужно было вручную делать сейчас все окей стало последних версиях допустим здесь камушки у нас здесь вот здесь и так далее давайте просто посмотрим что у нас сейчас уже получается ну в принципе что прикольно перейдем сейчас сделаем рендер с камерой так не хочет камеру подключать там потому что я вот в этом окне было сюда камеру сначала поставить он берет 4 окно обычно вот допустим и дальше вы распределяете эти объекты сколько вам угодно и как угодно давайте я дальше чтобы не терять время открою опять добавлено чуть ранее сцену там уже и прочие кустики распространены по всем всему нашему плену по всей нашей территории и еще одну маленькую такую интересную хитрость хочу показать в короне рендер который не так давно тоже обнаружил чем мне нравится эта корона тем что она очень интерактивная и очень простая вы видите результат прям практически сразу все изменения которые вы вносите вы сразу все это видите например давайте сейчас откроем опять же интерактивный рендер и вот что у нас есть ну допустим когда вы все настроили вы хотите поймать какой-то интересный ракурс с тенями все легко и быстро делается ну допустим вечерний такой закат закатное солнце и те кто 3d максом занимается я думаю сейчас вы обратили внимание что у меня здесь облака они почему-то вдруг стали желтыми на закате но в реальном мире так и должно быть а в виртуальном мире нифига подобного это маленькая хитрость которая не так давно обнаружил который хотел бы с вами поделиться делается все очень легко и просто для этого вам нужно что сделать опять же в настройках окружения я оставляю корона sky потому что корона sky давайте от этого я сейчас отключу нажму еще раз корона sky он параметрический этот шейдер и он связан с солнцем помните его создавала прям именно в объекте солнце видите в зависимости от положения объекта солнца у вас меняется и освещение и плюс само небо видите никаких облаков нет у него это большой минус так вот как как я сделал облака сделал их довольно таки просто естественно опять же я это делаю отдельно на перекрашивание визуального восприятия ну и для отражения преломлений я использовал текстурку корона микс я просто замиксовал два шейдера 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 с самой хдр карты которая раньше была просто для отображения которые на прошлом прошлости не показывал вот она и плюс корона sky на верхний слой я добавил хдр карту на нижний корона и их между собой замиксовал через операцию линер и единственное что я уменьшил интенсивность небо именно визуального представления хдр карты до 0,2 и просто назначил этот шейдер на внешнее отображение его на преломление и отражение и вот таким образом можно добиться по-быстрому интересных таких эффектов например как тот же самый закат но опять же немножечко к неким хитростям нужно приходить потому что все таки это компьютерная графика она иногда синтезируется хорошо иногда не очень вот если вы обратили внимание солнышко она ну мелковатая потому что я миксую две текстурки вот давайте я сейчас его помещу прям на линию горизонта видите вот такая маленькая маленькая точка нам ее надо увеличить в принципе это все делается легко и просто параметр size а кстати интенсивность тоже здесь увеличил для солнца для того чтобы больше жесткие тени были и более яркий свет эффект пустыни мне как-то показалось так гораздо лучше маленькая такая информация разработчики корона рендер сейчас полностью переделывают эту самую модель дневного освещения будет более правдоподобно я думаю там и визуально солнце будет более лучше возможно облака добавится это все мои домыслы я знаю лишь то что они его переделывают это не прям супер закрытая информация это можно найти на форуме корона рендер но факт того что они это переделают это очень здорово ну и вот получается можно сделать очень быстро и с некими такими трюками интересно такую хорошую и в принципе качественную визуализацию а если еще раз кидать вот таких вот стал накидывал дополнительно сцене сейчас их просто открою они у меня там спрятаны были просто рандомно то можно добавить еще больше интересных эффектов и опять же как я говорил уже говорю и буду говорить мне нравится именно в короне что мы очень активно можно быстро и наглядно сразу все менять и видеть что вообще происходит в сцене время рендера время моделинга так ой вон куда его тащил оказывается ткань выпускать вот я больше правдоподобности удалить я несколько скал накидать сильно так что вот такая интересная штука это корона рендер то давайте вам сейчас покажу пару финальных изображений они у меня тут в презентации вот допустим дневное освещение и закатное здесь не было никакого фотошопа вообще просто голый рендер потому что да можно сделать отдельно маску неба поставить отдельно красивые облака там и так далее но также можно масками сделать и скалы и дополнительную растительность и все что угодно но тема сегодняшнего доклад было именно быстрый рендер именно связь короны и ревита а теперь еще такой маленький нюанс смотрите вы делали делали допустим вы занимаетесь визуализации архитектор такой весе гениальный говорит так трубы у нас здесь нет а здесь еще у нас появилось окно что одно давайте два ну ладно одно появилось дополнительное я просто вообще нифига в ревите не умею работать честно признаюсь это вообще не мое я не архитектор не грамма но удалить окошко я могу так сохранили и дальше в максе просто в в менюшке линках ой господи где она референсы линк менеджер файлах просто говорите обновить при обновлении у вас спросится что вы хотите обновить там геометрию источники света материалы там все 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 вы естественно не совсем умом тронутые то что настраивать столько много освещения и материалов поэтому вы убираете камеры и освещение и сохраняете материалы которые вы сделали в 3d максе и говорите окей ну и дальше у вас заново переимпортируется модель перелинкуется вернее не импортируется а линкуется но все материалы камеры источники света сохраняются те которые вы сделали в максе но опять же немножко подождать надо как я это называю процесс маленькие чертики рисует новый проект ну как раз сейчас пара минут осталось как раз он протнется ну давайте чертики устали они наверное давайте оп 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 все видите здесь флажок красники убрался говорит что все обновилось смотрим 3d макс не обманул ли он нас да трубы это и нет с камином третье окошко добавилось ну говорим делай красиво и вот пошла красота в принципе вот об этом я хотел рассказать несколько таких интересных штучек встроенных в корону рендер тем что она очень простая легкая хотел рассказать о том что очень много фоториалистичных объектов сейчас доступны онлайн и бесплатно тоже и визуализация она переходит из технических каких-то супер тонкостей в творческие здесь я больше времени посвятил не настройки рендера а именно творчеству я подбирал тени как будет солнце лучше светить я подбирал где лучше камушек какое расположить я подбирал по готовым библиотекам где какие материалы лучше использовать и так далее вот большое вам спасибо если вдруг у вас какие то вопросы есть по короне рендеру по 3d максу вы можете напрямую писать мне также если вдруг у вас какие то вопросы по приобретению лицензионного софта то это тоже можно через меня узнать а дальше что у нас дальше дальше не следующий четверг а среда на день раньше будет новая интересная тема может быть уже не совсем новая такая но о возможностях 3d макс версии 20 21 буду рассказывать опять же на каких то своих проектах на каких то рабочих проектах естественно и похвалю автодеск за то что они сделали интересные новые инструменты ну где то немножечко им а то то можно сделать за то что кое какие вещи они не доделали но об этих вещах я как раз таки тоже предупрежу но естественно все это пофиксится в более поздних версиях марса так что регистрируйтесь записывайтесь приходите смотреть дальше вебинары но если опять же есть какие то вопросы без проблем пишите спрашивайте буду рад помочь ответить и рассказать всем большое спасибо и увидимся услышимся меньше чем через неделю всем хорошего вечера и выходных пока